Среди работников прокуратуры было много ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них Николай Михайлович Мовчан. Он ушел из жизни в 2014 году. И его военная биография бережно хранится в Музее истории. А на встрече с воспитанниками военно-патриотического клуба «Гренадер» ветерана представляла родственница Анна Михайловна Мартыненко. Рассказала, как под Калугой танкист был ранен. Село там было Леонтьево, по-моему, называлось. Они его освободили и вышли уже за село, и вышли из танков. Уже пехота все там выгнала немцев. И из стога, в стогу остался фашист. И вот, когда они вышли из танков, и он стал стрелять в командира танка и ранил его. Николай Михайлович Мовчан был родом из Краснодарского края и участвовал в обороне Киева. А вот ветеран прокуратуры Валентин Леонидович Гончаров, на нездравствующий, наоборот, родился в Донецкой области, а был одним из мужественных защитников Кавказа. Ему было только 15, когда начал проситься на фронт. В то время, как его отец служил военкомом одного из отчетских госпиталей, вел дневник, который сейчас часть экспозиции зала Великой Отечественной войны. Мы построили мачту, паруса мать сшила, и мы занимались парусным спортом. Я изучил все флаги, которые были торгового флота. Знал семафор, я и сейчас могу передать все, что положено. Все, привет, все, сигнальное дело. То есть я был сам уже готов, моряков был. Гончаров был зачислен юнгой на военный катер, выходил в досоры, высаживал разведчиков на занятый врагом берег, конвоировал транспортные суда, повозил раненых с малой земли, участвовал в Новороссийской десантной операции в освобождении Севастополя. В органах прокуратуры отработал 30 лет. После войны для них война не закончилась. Они стали на борьбу с преступностью, стали на борьбу с бандитизмом. Эта книга, которую мы хотим отдать на хранение музею, здесь описываются все подвиги наших ветеранов прокуратуры Краснодарского края, на которых мы равняемся. В рамках празднования исторической даты 75-летия завершения битвы за Кавказ в Музее истории города Сочи появилось много новых экспонатов. Каждый из них открывает дополнительные подробности военной эпохи. Свыше 6 тысяч экспонатов. Здесь и предметы вооружения, здесь и письма военных лет сочинцев, которые с фронтов Великой Отечественной писали. Здесь и огромный материал по госпитальной базе. То есть коллекция очень разнообразная, и все стороны практически фронтового города Сочи участие сочинцев в Великой Отечественной войне подчеркивает. Вспомнить еще раз имена героев сочинцы смогут 22 июня. В 4 часа утра все желающие по традиции соберутся на мемориале, чтобы зажечь свечу памяти.